Знать героев, отдавших жизнь за наше Отечество, и рассказывать о них новым поколениям наш долг. Ведь воины нуждаются в наших молитвах, а их образ может быть примером для всех нас. Митрополит Омский Таврический Владимир принял участие в мероприятиях, посвященных Дню Защитника Отечества. Накануне праздника митрополит Омский Таврический Владимир посетил в концертном зале Омской филармонии торжественное праздничное мероприятие, собравшее ветеранов Великой Отечественной войны и воинской службы, а также военнослужащих Омского гарнизона. 23 февраля праздничные мероприятия ко Дню Защитника Отечества проходили в Омске с утра. Начались они по традиции шествием по территории Парка Победы, где руководители города и региона, общественники и ветераны военной службы почтили память павших солдат, возложив цветы у скульптур мемориала, олицетворяющих победу советского народа над фашизмом и у Вечного огня, символа памяти погибшим героям Великой Отечественной войны. Погиб 5 марта в Чечне, в первую чеченскую, поэтому вот прихожу, сюда возлагаю цветы к памятнику. Организовали бессмертный батальон, потому что надо же как-то помнить тех мальчишек, которые у нас погибли в мирное время. В этот же день красные гвоздики возложили и у подножия памятников маршалу Георгию Жукову и Амичу генерал-лейтенанту Дмитрию Карбышеву. В полдень на Соборной площади началось торжественное построение войск Омского гарнизона. Со словами поздравления к военнослужащим обратился глава региона Александр Булков. Родина для российского солдата это то, ради чего хочется жить и то, ради чего не жалко умереть. В подзвуке духового оркестра чеканья шаг с военной выправкой и в парадной экипировке прошли по площади торжественным маршем мимо трибуны с почетными гостями парада. 15 парадных расчетов воинских частей гарнизона и учебных заведений, включая самых юных участников смотра юноармейцев. Завершился парад смотром-конкурсом строевой песни, который порадовал прекрасным выбором песен и четким их исполнением. Жит родины российские, ракетные войска!